Привет студентам! Всем, для кого Новый год и сессия синонимы. В эфире Альма Матер. И мы? Лена Кроменкова и мой новый соведущий Андрей Туремский. Всем привет! Вот о чем вы узнаете в ближайшие 15 минут. Кузница чемпионов. Факультет физвоспитания МГУ Кулешова отметил юбилей. Греческий пантеон или посвящение в лицеистов. Как сегодня проходят капустники. Далее в программе. Клюква с телятиной. Безумие двоих. На конкурсе профмастерства в университете продовольствия побывала Альма Матер. Быстрее, выше, сильнее. Да я догадаюсь, это значит, что сессия началась и ты мантру читаешь. Я говорю, тебе это не поможет. Нет, Лена, это я студенток факультета физического воспитания МГУ имени Кулешова. Лидерство у них в крови. Вот смотри, на сайте УЗА что не есть, то новости физо, то медали новые завоевали, то новые рекорды установили. А буквально на днях факультет физпоспитания отметил юбилей 35 лет. Наши поздравления. И сюжет. Денис Ермаков. Каждый день начинает с пробежки. Совсем недавно он был студентом факультета физического воспитания, а сегодня уже магистрант, преподаватель в своей Альма Матер. Говорит, с молодежью работать нравится. К каждому студенту мы ищем индивидуальный подход и составляем специальный план, выработаем именно индивидуально. Можно так сказать, как частный тренер мы занимаемся. С каждым студентом индивидуально. Большинство занятий у студентов факультета физического воспитания проходят вне аудиторий. Спортивная база ВУЗа, уровня высшей школы, позволяет проводить занятия по волейболу, баскетболу, лыжному спорту, гимнастике, легкой атлетике. Много внимания здесь уделяют и медико-биологическим дисциплинам. Учитель по физической культуре, который готовит факультет физического воспитания, он должен обладать высоким мастерством, зная современные технологии, применяя новые методы, как аэробика, шейпинг, физические нагрузки на велоаргометрах, тренажерах, на беговых дорожках. 11 декабря факультет физ воспитания отметил юбилей. 35 – самый расцвет сил, шутят студенты. За эти годы здесь подготовлено почти 4000 специалистов. 35 лет назад первой на факультете открылась военная кафедра. В те советские времена девушек на факультет не брали. В 90-е годы здесь начали готовить учителей физкультуры. С того времени сюда стали поступать спортсмены высокой квалификации. Выпускники училищ Олимпийского резерва, спортивных школ. Студенты стали завоевывать факультету спортивную славу. Сейчас физо можно назвать настоящей кузницей чемпионов. Больше сотни его воспитанников входит в состав различных сборных республики. Учившиеся здесь Александр Масейков и Светлана Баитова добились завидных чемпионских титулов и стали почетными гражданами Могилева. В числе знаменитых выпускников и Олег Рыженков, Татьяна Петреня, Оксана Менькова, Вадим Мезга. Благодарю университет и педсостав за то, что сделали меня и делают ребят такими, какими мы есть. Прославляем страну, родину. Спасибо огромное. И с праздником. Все выпускники факультета физ. воспитания получают рабочие места. Не только в общеобразовательных школах, но и тренерами, в школах спортивных, в клубах. Студенты нашего факультета, конечно, они сориентированы для поступления на факультет еще со школьной скамьи. На дневную форму получения образования и даже в эти непростые годы конкурс у нас составляет не менее двух человек на место. А проходные баллы тоже достаточно высокие. И абитуриентам, выпускникам учреждений общего среднего образования приходится немало поработать над собой для того, чтобы выдержать бюджетный конкурс. Что отличает студентов факультета физического воспитания? Это, конечно, крепкое здоровье и подтянутое тело. А еще уверенность в себе, оптимизм и закаленный характер. Ведь только так, на личном примере можно доказать, что физкультура вещь увлекательная и полезная. Могилевский университет продовольствия ну просто кладезь хозяйственных невест и женихов. Да, у тамошних студентов такие щеборщи, а как летки... А какие они выдумщики! Наши корреспонденты попали в университет на конкурс профмастерства и убедились, хороший повар даже из классических драников сделает концептуальное блюдо. Всем на удивление. А ты смотри, да любуйся. У меня уже с рюмки цикут. 27 блюд, бессонные ночи, волнения все это теперь за кадром. А в центре внимания кулинарные шедевры не просто студентов, а будущих шеф-поваров известных ресторанов. Откуда такая уверенность, спросите вы. Посмотрите сами. Ваше фирменное блюдо какое? Вот представила на конкурс «Незвычайные жировины». В состав входит также кофе, вареная сгущенка, творог, овсяное печенье и незвычайные жировины придают такую изысканность нашему блюду. Главные герои вечера национальные белорусские блюда в новой интерпретации. Оригинальные соусы, подливки, желе соседствуют с родной картошкой и капустой. А вот это безумие двоих создано семейной Читой Пегулевских. Ребят, ваше блюдо называется «Безумие двоих». Что в нем совершенно безумного? Расскажите. Ну, во-первых, потому что мы семейная пара. Это безумие, как нас двоих. И еще также у нас сочетание клюквенного соуса, стелятины, что необыкновенно и безумно как бы сочетается друг с другом. Как рецепт придумывали? Вместе, сидя ночью. Думали и придумали. Насколько сложно студенту, когда у вас загрузка, еще что-то готовить? Помогают родители. Не без этого. Ну, также, конечно, сами стараемся, пытаемся, естественно. У жилья конкурса непростая задача. Во-первых, попробовать 27 блюд. Пускай даже по кусочкам, но, тем не менее, нагрузка на пищеварительный тракт, так сказать, серьезная. А самое главное, выбрать, кто же лучший. И все ребята старались, прикладывали определенные усилия, разрабатывали днями и ночами оригинальные рецепты. И все для того, чтобы стать лучшим, пробиться, возможно, в ряды будущих рестораторов, потому что те, кто сидят в жюри, обязательно будут выбирать и брать на карандаш самых интересных поваров. Вполне возможно, когда вы придете в следующий раз в один из могилевских или белорусских столичных ресторанов, вы увидите того самого респондента, интервью которого мы писали для нашей программы. Пока в зале дегустация оценков, в кухне кипит работа и накаляются страсти. Волнение было вчера, особенно ночью, конечно, было немного бессонно, переживали, получится ли блюдо. Но сейчас, когда уже практически все сделано, час пришел, чего волноваться. Вам не снилось свекла с тунцом? Нет. На девочек перекладываете работу? Нет, да, да и перевод. А вам важно, чтобы девушка хорошо готовила? Конечно. А если она не готовит? Я очень знаю много ресторанов в городе Минске, в Санкт-Петербурге, в Москве, где наши выпускники блестяще себя проявили. Сегодня являются руководительными бизнесменами в каком-то плане. Ну и кто-то попал в государственную службу, потому что оценить сегодня ценность продуктов, питание. Это может только специалист. Удивить жюри непросто, но даже белорусское блюдо может быть новаторским. Нужен только подход. Их нельзя сравнивать, говорить, что карпаччо лучше, чем салатка белорусские, или колдуны лучше, хуже, чем нёки итальянские. Это разные вещи, их нельзя сравнивать. И то, и другое хорошо. Но мне нравятся тёщи или колдуны. На самом деле, от этого конкурса зависит многое, в каком-то смысле, даже будущее будущих поваров. Совсем скоро им присвоят разряд поварской, четвёртый или пятый, и они, возможно, пойдут на работу к тем самым рестораторам, которые сейчас сидят в жюри. Боятся они сами, дрожат, дрожит вот даже этот десерт, он тоже боится, потому что я его сейчас съем. Здесь всё настолько вкусно, и, к счастью, вы не чувствуете этот запах, потому что это что-то потрясающее. Молодой человек, подержите тарелочку, я должна это попробовать. Вот все смотрят, а теперь завидуете. А-а-а, он у меня... Нехорошо кушать, когда остальные не кушают, но простите. Это очень вкусно. Любое блюдо, даже самое простое, вкуснее ресторанного, если приготовлено с душой и в хорошей компании. А поварской разряд хоть и важен, но не это главное. Мастерство студентов пришлось по вкусу жюри, а значит, первая кулинарная вершина покорена. Я тут вспомнил о капустнике. Подожди, капустник? Тут такие изысканные блюда, ты бы еще о пельменях вспомнил. Нет, Лена, это я не о пироге, а о капустнике студенческом. Мероприятие такое. А, ну я почти не ошиблась, ведь раньше студенческие посиделки устраивались именно за капустным пирогом. Капустник – хорошее название, не то, что как сейчас стало модно. Приглашаем на вечеринку в стиле камеди. Скажи просто, все на капустник, и сразу понятно, будут и душевные посиделки, и вкусняшки, и шутки. Точно. Как сегодня проходит капустник, и уяснила наша корреспондент Кристина Коранкевич. Я Зевс, она вот Кера. Мы играем, мы посвящаем, мы самые главные боги на этом олимпе, на своеобразном лицейском олимпе. Вы не ослышались, в Могилевском областном лицее номер 3 есть самый настоящий греческий пантеон. И это не завышенная самооценка учащихся, а уже традиционный ежегодный капустник, когда ряженые 11-классники в образе богов посвящают лицеистов 10-ти классников. Мы будем посвящать лицеистов, они будут доказывать каждый профиль, то, что они лучшие. Вот то, что они лучшие, и если они это докажут, мы им зададим какие-то либо вопросы, если нам понравится, либо сразу. Мы возьмем и будем посвящать их лицеисту торжественно, при всем зале, при администрации, при всей. Вообще это понятие сборная, потому что настоящий лицеист должен не только хорошо учиться, но он должен быть разлицесторонний. То есть у нас очень многие лицеи занимаются музыкой, спортом. Этот капустник является наглядным представлением того, какие у нас разносторонние люди в лицее. Это не так просто выучить роль, все отрепетировать, это надо иметь железные нервы, ну и какие-то минимальные актерские способности. Поэтому быть лицеистом сложной. Обязательное условие капустника участие всего класса, так что возможности проявить себя, свои способности и доказать, что достоин называться лицеистом, лучше не упускать. Пока одни активно репетируют, другие делают фото на память, ведь такое событие случается раз в году. У нас вообще лицеи особенные, атмосфера особенная тоже. Отличаетесь вы от школьников? Да, отличаемся. Чем? Чем? У нас совсем другие отношения между учителями и детьми, и вообще между классами. Мы из 11-го химбиоа-класса мы собираемся представлять сценку с интернами. Я не знаю, второй раз его делать, это как-то более интересно, может быть, потому что мы это делали в 10-м классе, но у нас была тема точно не с интернами связанная. Капустник для тебя это уже не впервые, я так понимаю? Да. Ну как, второй раз? Нравится. Чем? Всем. Весело, шутки, атмосфера. Такому своеобразному Олимпу лет ровно столько, сколько самому лицею 23 года. Правда, первыми богами были сами учителя, теперь же все в руках учащихся. Что может быть лучше, когда над вашим выступлением держась за животы смеется весь зал? Лицейский капустник радует обилием хороших шуток, радостных улыбок и отличным настроением. Они и в науках молодцы, и вот в таких делах тоже они, я думаю, многим дадут фору. Это именно лицейская традиция, где можно себя проявить, где каждый относится и понимает, что это собралась большая дружная семья. Поэтому к юмору мы только относимся положительно и приветствуем его. Мы наоборот в какой-то степени говорим, что-то вы сегодня мало пошутили. То есть лицей это одна большая семья? Конечно. И главное, что бывших лицеистов не бывает. Потому и говорят, капустник это состояние души. Один раз попробовал, не оторвешься. Но это явно, что мы с вами решили. Черт, мы будем мстить. А каждый класс после выступления по традиции получил маленькие капустники, румяные пирожки. С этого момента ребята могут считать себя полноправными лицейстами. Ну, дают. Прямо не лицеисты, а будущие актеры драм-театра. Студенты университета имени Кулешова тоже люди творческие. Кстати, в УЗИ пришла выставка их работ. Мотивы студенческих лет. Выставка традиционная, но каждый раз там можно найти что-нибудь поделительное. Творчество студентов оценила Альма Матер. Мотивы студенческих лет в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве и фотографии. Более сотни работ это мир глазами студента. Портреты друзей, Могилев во всей красе, загородные пейзажи, отдельные работы создавались больше месяца. Я думаю, что здесь работы все очень трудоемкие, но особенно я считаю, что долго нужно трудиться над такими работами, как вышивка. И здесь нужно терпение, усидчивость и именно соломка, потому что тоже соломы очень много. Нужно проводить всяких действий, чтобы привести ее в нужное состояние. На выставке представлены работы всех факультетов. Они прошли строгий отбор. Авторы – полсотни участников, которые не боятся экспериментировать и пробовать себя в разных жанрах. Здесь участвую не первый год. В том году я представила свои работы в номинации «Фото» и выиграла эту номинацию. А в этом году я решила попробовать что-то новое и представила свои вышивки. Вот, и заняла третье место. Мотивы студенческих лет выставка ежегодная. Сами участники говорят, здесь они не только показывают свое мастерство широкой публике. каждая работа для них – память о времени, когда хочется создавать, выдумывать и творить. Это была «Альма-Матер» программа о тех, кто только перед Новым годом с паникой вспоминает о своих долгах. О долгах учебных. И это, поверьте, почти так же страшно, как долги по кредиту. Совсем скоро мы вновь увидимся на «Беларусь-2». И расскажем новую историю о студенческой жизни. Следите за телепрограммой. Готовьтесь к сессии. Высыпайтесь хоть иногда. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...